Приветствую вас зрителям моего канала. Этот необычный трактор был создан в 70-х годах прошлого века и должен был бы решить одну из вечную проблему транспортировки гусеничной техники на дальние участки пахотных земель. Ведь чтобы добраться к гусеничному трактору до места работы, потребуется много времени, да и выйдет дорого. Плюс ко всему тракторные и железные траки могут повредить дорожное покрытие. Использовать только колесный тоже не выход. Но что, если сделать трактор универсальным, соединив в нем два типа ходовой, колесную и гусеничную, подумали инженеры Харьковского тракторного завода. Так и появился разработанный харьковскими специалистами совместно с Московским институтом НАТИ этот уникальный в своем роде колесно-гусеничный трактор, воплотивший в себе все тогдашние смелые идеи и новые достижения тракторной промышленности. Новый чудо-трактор, получивший индекс Т-1000, планировали использовать на трудных ицелинах для спашки на глубину 38 см. Своим ходом с помощью колес он добирался до отдаленных пахотных земель, а ширина в 4 метра позволяла свободно передвигаться по дорогам общего пользования. Доехав до нужного места, водитель трактора посредством гидравлики опускал тележки с гусеницами, которые располагались перпендикулярно колесной базы. После чего место тракториста внутри кабины поворачивалось на 90 градусов вместе с рулевым управлением и уже трактор мог выполнять свою работу на гусеничном ходу. При необходимости гусеничные тележки могли быть отсоединены и трактор использовался как тягач для транспортировки груза. В качестве силового агрегата служил танковый дизель Т6ДН мощностью 700 лошадиных сил, способный потреблять различное топливо, от дистоплива до керосина. Двигатель оснащался электрической трансмиссией, конструктивной схожей с трансмиссией тяжелого трактора ДЭТ-250, на что указывала буква «Ф» в названии трактора. ТЭТ-1000 развивал тяговые усилия 18 тонн и развивал скорость на гусеничном ходу 11 км в час, но на колесном ходу скорость не впечатляла. Всего 18 км в час. Построенные в одном единственном экземпляре ТЭТ-1000 решили испытать на полях института Целин сельхозмеханизация в городе Кастанай, Казахстан. И в принципе они прошли успешно, а трактор отвечал всем требованиям, для чего он и был построен. Но были у этого проекта и свои недостатки. Такие как большая масса в 33 тонны, большой расход топлива в обслуживании очень дорогим и сложным. И взвесив все плюсы и минусы данного проекта, единогласно было принято решение от него отказаться. А вскоре один единственный опытный образец ТЭТ-1000 и вовсе разобрали на запчасти. Если мой ролик вам понравился и был полезен, ставьте лайк, подписывайтесь на мой канал, также приветствуются ваши комментарии. Желаю вам всего хорошего, до новых встреч! Субтитры создавал DimaTorzok